Еще один вопрос, который обсуждали во время прямого эфира, состояние зимников. Например, еще до Нового года внимание жителей округа привлекла ледовая переправа на реке Обь вблизи поселка Андра. В один из предпраздничных дней там образовался сильный затор из-за снежной погоды. Но не только снег стал причиной большой пробки. Подробнее в следующем сюжете. Смотрите, что происходит здесь у нас. Здесь та же самая история. Много машин, стоят все в два ряда, поэтому проехать нам абсолютно не дают. Такую картину в конце декабря можно было наблюдать на переправе через ЗОВ вблизи поселка Андра Октябрьского района. Верница машин медленно пытается проехать через зимник. Пробка затянулась на 6 часов. По словам местных жителей, дело даже не в стоявшей тогда плохой погоде. Сама переправа была не готова. Люди жаловались на ширину дороги и значительное ограничение грузоподъемности. Дорога была ужасна до Нового года. Вот сейчас более-менее еще можно проехать. Уже лучше. Зимник ужасный и переправа сама ужасная. До Нового года плохо было. Сейчас нормально пойдет. Вопрос организации движения на зимнике подняли во время прямого эфира с губернатором Югре о подготовке к праздникам. Речь шла о подготовке проектного решения, которое учитало бы изменение температуры. Это позволяет заблаговременно привести зимник в порядок вне зависимости от погоды и грамотно организовать движение с учетом всех требований безопасности. Для ликвидации последствий невероятных погодных условий была направлена дополнительная спецтехника в количестве семи единиц. На данный момент затруднений движения по ледовой переправе и в целом зимней автомобильной дороги нет. Ледовая переправа осуществлена на 15 тонн грузоподъемностью. На сегодняшний день на переправе проходят работы по намораживанию до проектных значений, а также расширение коридора движения. Саму дорогу почистили от снега и проехать стало гораздо проще. Сейчас вообще классно, с переправой вообще все очень хорошо. Еще бы в лучшем состоянии ее поддерживали, было бы вообще идеально. Было совсем печально, прям вообще не проехать, только вот на таких машинах, наверное. Сейчас вот хорошо. Нынче много снега, тепло. Ну вот сейчас почистили, получше стало, чем, например, три дня назад. В целом-то все равно дорога на остров есть. Большое спасибо дорожникам. В общей сложности протяженность зимних дорог в округе превышает 2500 километров. И югорчане уделяют пристальное внимание их состоянию. Ведь для многих жителей округа зимой это единственные транспортные артерии. Василий Сысуев, телерадиокомпания «Югра» при поддержке Неганского телеканала.